Всем доброго времени суток! Следующий фильтр, который мы с вами рассмотрим, это фильтр реинтерполятор. Давайте включим его. И в чем заключается его работа? Его работа заключается в том, что он изменяет интерполяцию между ключами на простую кубическую кривую. Выглядит это примерно следующим образом. Значит, сейчас у нас есть вот такая анимация. Я специально показываю вам и траекторию движения. Давайте просмотрим. И вот у нас идут графики кривых по осям Translations, то есть X, Y и Z. Далее, обратите внимание на то, что я специально сделал демонстрацию данного урока на простой анимации, где ключи стоят далеко друг от друга. Это покажет большую наглядность. Что ж, давайте выделим всю данную область и применим фильтр. Нажмем Preview. Как мы видим, у нас изменилась не только интерполяция ключей, но и кривые стали вот такими вот более сглаженными. И изменилась траектория анимации движения. С включенной галочкой Resample. Вот давайте нажмем Reset. И отключим галочку Resample. Посмотрим, что будет. Изменяется только траектория движения, но не записываются ключи. А если мы поставим галочку Resample, давайте нажмем Reset и снова нажмем Preview, то на протяжении всей кривой каждый кадр у нас станет ключевым. Давайте посмотрим теперь, как это работает на скелете. Будут ли какие-то изменения. Подгрузим наш bvh-файл. Так, выделим все кости. Выделим все вращение. Так, давайте выберем фильтр Resample. Я выделю всю область. И нажмем Preview. Проиграем анимацию. Но, как мы видим, учитывая то, что здесь у нас и так уже каждый кадр являлся ключевым, то выраженных каких-то изменений мы не наблюдаем. Давайте приблизим график поближе. И нажмем Reset. Снова Preview. Да, таких каких-то выраженных изменений при ситуации, когда каждый кадр ключевой не видно. Ну что ж, вот так вот работает фильтр Resample. С вами был Александр. Всем пока.